в общем да просто просто час моего концерта будем 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 снимать если смешно будет можно смеяться если не смешно постарайтесь и ну и все и так нормально все будет я постарался я приехал я и у меня был большой тур да был довольно большой тур и мне недавно этот концерт в ташкенте был я летел на самолете из ташкента с пересадкой в дубае я я теперь аскортница правильно и и да и я кстати ну это хорошо что я смог прилететь потому что были обстоятельства я я стоял в очереди у посадки на самолет в ташкенте и я не зря стоял потому что я увидел резай рейс задерживают уже я увидел что шевеление какое-то началось там в авиакомпании и женщина девушка начала ходить вдоль очереди с какой-то бумажкой и она спрашивает чего-то у кого-то и она подходит ко мне и она спрашивает у меня у нас понимаете произошла замена борта и на предыдущем борте было сто восемьдесят восемь мест а на этом сто восемьдесят мест и мы сейчас ищем добровольцев которые бы согласились лететь следующим рейсом и я и ответил я из россии уехал не для того чтобы становиться добровольцем я улетел из ташкента я в начале 2022 года переехал в москву чтобы чтобы заняться своей комедийной карьерой я себя чувствую человеком который решил в тридцать этом году вложиться в недвижимость в польше иногда если я чувствую как будто бы на странном собеседовании то есть иногда знаете на собеседованиях задают вопросы кем вы себя видите через пять лет и вот если бы меня пять лет назад спросили кем вы себя видите через пять лет я бы ответил ну конечно даю концерт в ташкенте естественно а потом еду домой в ереван я не знаю а мне кажется я недавно задумался а в россии на собеседованиях до сих пор задают этот вопрос кем кем вы себя видите через пять лет не через пять минут через пять лет не слишком амбициозно вообще если бы меня на собеседование сейчас в россии спросили кем вы себя видите через пять лет я бы сказал ну я вижу себя стрессоустойчивым коммуникабельным лидером группы пост апокалиптических рейдеров я уехал в россии не потому что боялся до призыва а скорее потому что я понял что я дальше вряд ли смогу выступать потому что я смогу выступать только типа и нам нам жену нам россиянам часто предъявляют ставят в вину что вы не называете вещи своими именами а мы как бы ну нам нас история научила как будто бы что эволюционно выгоднее не называть вещи своими именами а сейчас прямо сразу сразу называйте вещи своими именами будьте добры и мы такие ну да 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 арбуз это ягода путин это тиран россия наше отечество с ней смерть неизбежна правильно не зря же не зря же у нас есть басни крылова да вы хотите и басни крылова чтобы мы своими именами называли как бы это звучало ну собрались три мудака и у них ничего не вышло конец нет я вообще считаю что эзопов язык должен стать вторым государственным в россии и и гимн россии должен звучать как россии и конечно все все понимают россия любимая наша страна да я я уехал из россии и мне кажется что я я очень типично для своего поколения протестую против войны я я миллениал знаете вообще что такое но это люди которые родились между условно 82-м до 98 ну вот бесполезные бесполезные люди да вот додики но тип я и я понял что мой протест против войны очень миллениальский я протестую против войны также как я бы протестовал против кафе в котором мне не нравится я такой ах так мы уходим понятно но было тревожное несколько последние месяцы в москве было тревожно потому что я я отвык от того что я более чем ноль раз в новостях слышу слово сочетание ядерный удар понимаете а а последнее время прям ну участилась и но вообще согласитесь что в россии есть категория граждан которые прям ждут ядерный удар да вы все знаете что это граждане это преподаватели оба же давить они же наоборот сейчас воспрягли из 25-летнего запоя и такие ну что ж миру нужен леонид борисович наконец-то нанесите на себя йодную сетку и встаньте в дверном проеме я иногда думаю а чтобы было бы если бы ядерный удар действительно произошел прямо во время уроков класс сидит дети сидят преподаватель оба же что-то им рассказывают и тут в окне ядерный грипп дети обеспокоены но учитель говорит спокойно ядерный взрыв для учителя я думаю думаю в принципе о себе кто я теперь такой потому что ну я не хочу быть иммигрантом я понял я не хочу быть иммигрантом потому что я читал ремарка рано или поздно это все заканчивается туберкулезом и вообще я я общаюсь тоже с людьми которые уехали из россии в армении в грузии в казахстане и мы вы мы 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 вы мы все вместе я мы представляем из себя мы как будто бы дети которые уехали от родителей в летний лагерь мы такие я останусь еще на одну смену потом кого-то забирает мать родина мать имею ввиду оставшиеся оставшиеся собираются и по вечерам рассказывают друг другу страшные истории типа ты за сколько снимаешь и вообще но мы вы мы 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 как будто бы мы же как будто бы что-то пережидаем то есть у меня есть друг который уехал в марте 22 года и он мне сказал ну я на 1 2 месяца потом он такой ну я на один-два года и подна я на 1 2 срока даймы как будто бы действительно что-то пережидаем мы уехали сидим и такие ну мы переждем потом война закончится путин исчезнет и мы вернемся и все будет как раньше мне просто кажется что ну нет нет ничего ничего не будет и они думают как ну что мы вернемся в россии их встречают на перроне в россии все остальные люди такие при а вы где были привет ребята мы вас ждали здесь мы все здесь уже ваня серега евгений пригожин все будет как раньше и нам отвечает да только как сильно раньше есть еще вот эти люди которые в эмиграции наоборот жестко легализуются вот эти люди которые у меня есть план есть план я еду в батуми там покупаю симку потом лечу на северный кипр там за две овечьих шкуры я открываю и п потом потом сразу в аргентину рожать и обычно такие через полгода уже по фото судя в москве и не такие но ну рожать рожать но самокат есть самокат я я недавно говорил здесь в ереване с человеком и он мне сказал я вообще-то из первой волны эмиграции и я у него хотел спросить в смысле с ноем да это вы на на арарат напоролись вы были ну не но есть конечно друзья которые остались в россии и мы с ними общаемся и меня часто спрашивают они задают задают мне вопрос слушать и как там ты как там ты неужели не скучаешь по родной речи и я им отвечаю я живу в ереване здесь нужно у армян спрашивать вы не исключаете если что извините я подумал даже а даже если б я жил я не знаю в венеции даже допустим я бы жил в венеции я бы шел по венеции это классическая итальянская архитектура да вот эти каналы я иду мимо могилы бродского вот я иду и тут из-за угла до меня доносится опа гандальер я такой родная речь даст немного много друзей и и и из россии я иногда я чувствую что я как будто бы сильнее переживаю чем они потому что я я скидываю им очередную новость и по силовикам разрешили все скидываю и спрашиваю а вы это как я-то тут здесь по родной речи не скучая а вы там как они мне отвечают я нормально я я жду доставку ну и я им скидываю очередную но типа силовики изнасиловали они такие ну не всех я переезжал в москву и я помню что у меня как раз в течение двадцать второго года как будто бы начало получаться со стендапом в москве я в конце лета уже думал не короче я в сентябре когда уехал я был в шаге от того чтобы брекеты себя поставить понимаете ну вот настолько я почувствовал успех а сейчас я уже иногда думаю да а зубы вообще нужно чистить может быть это не обязательно но мне кажется что сейчас я чуть лучше понимаю мигрантов вот наших отечественных это не тот жест из наших наших ну мигрантов которые живут в россии в москве работают в такси в доставке и вот эти ребята я не говорю что у меня такая же тяжелая жизнь нет но чуть-чуть лучше понимаю потому что это опять же в первую неделю в москве я помню я шел по улице было темно вечер уже я вижу идут два человека за ними идет еще один человек человек три человека получается идут и первые двое что идут они азиаты я как будто бы извиняюсь за то что они азиаты они азиаты давайте так так хуже да вот так и оставим они они азиаты а тот мужчина что за ними идет он 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 нет он наоборот он прям он прям местный житель и он выпивший в говно выпивший выпивший в говно и он шел за ними и он им кричал следующее я запомнил на всю жизнь он им кричал вы здесь гости я через какое-то время начал осмыслять эту фразу я подумал так ну даже допустим если гости допустим гости но что делать гостям если хозяин нахуярился мне здесь в армении тоже иногда говорят при тут гость но потом говорят садись ешь а я вообще из сибири я из сибири в сибири живут суровые мужчины поэтому я уехал до меня преследует воспоминание из детства иногда я вспоминаю я вырос в новосибирске в обычном панельном доме кто-нибудь вырос в этом же самом доме да вам не знакомые знакомые условия и меня преследуют воспоминания такие то есть я вспоминаю следующее допустим вторник меня будет всеми утра мама меня будет в школу я просыпаюсь вокруг чернота я смотрю в окно там чел черный космос я свяжу с непониманием туда потом я смотрю с непониманием на маму мама с непониманием смотрит на меня я как бы задаю немой вопрос маме а мама из них дает мне не мой ответ я не и мы вместе смотрим в окно в черный космос оттуда на нас смотрит медведь и такой я должен и потом потом я все равно я беру шуршащий пакет сменкой и иду в космос понимает возвращаешься когда уже снова черным черно вокруг и вечером тоже воспоминания меня преследует вечер зима февраль 20 примерно февраля 90 примерно седьмой год примерно 2117 примерно примерно вечер 2117 примерно вся семья дома телевизор работает и внезапно в этот момент со двора доносится в ниде отрывистая отрывистая это же у всех было и я я до сих пор не нашел ответа на вопрос что это было и меня пугало это но не только не только этот возглас не столько и не столько сколько меня пугало пожалуй реакции моей семьи потому что мы слышали этот возглас и отец делал что-то вроде типа ну чтож еще одного забрала ночь да я жил в новосибирске 33 года потом уехал и когда я когда уехал из новосибирска и увидел места где не всегда минус для не всегда минус я начал задаваться вопросом а вот сибирь когда присоединяли к российской империи это сделал как мы все знаем ермак 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 со своим человек а когда пришел в сибирь у него какая мысль возникла в голове типа ну ради этой красоты я готов носить двое штанов я оказалась не готов я переехал и но я люблю новосибирск я искренне люблю новосибирск я считаю до сбит отличный лучший город москва пошла нахер я считаю вообще москва пошла нахер не москва пошла нахер то ли дело санкт-петербург правильно то ли то ли дело санкт-петербург санкт-петербург пошел в жопу нет нет люблю и москву самом деле люблю и и санкт-петербург люблю я жил там полгода и за эти полгода я успел упасть в него не то чтобы это было в списке моих дел на день нет просто я ночью пошел посмотреть как разводят мосты я посмотрел развили я думаю нужно идти домой и я иду домой вдоль не вы и вижу внезапно спуск к воде очень манящий там три ступеньки я сделал один шаг второй шаг и дальше фаза полета я я я я падал не очень долго где-то 0607 секунды но я я многое успел обдумать я помню первая мысль которая у меня загорелась в голове я подумал ну ничего себе какой же ты лох потом следующий мысли я все еще падаю если что следующая мысль мне меня мной овладела ярость я подумал почему они знак не поставили на потом все еще падая я подумал а какой знак тебе был какой тебе был нужен знак типа осторожно вода мокренько ой 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 я помню и я все еще падают но я подумал еще одну мысль до касания не вы я подумал блин хорошо что сейчас никто меня не видит потому что а вдруг у меня кто-нибудь увидел и узнал и подумал бы ну косарев скатился но потом знаете я я в туре я я поездил в туре и реальность повозила меня лицом о шершавый стол моей собственной ограниченной популярности скажем так потому что я я у меня был концерт в израиле я въезжал в израиль и там на паспортном столе пограничник столе на паспортном контроле за столом пограничник очень суровый очень такой злой даже фактически мужчина задавал мне вопросы почти не смотрел на меня задавал мне множество вопросов и последним вопросом он спросил меня вот ду еду в хорреливинг и я я был не готов я сказал айм комедиян я так и сказал эту он преобразился он поднял меня глаза у него улыбка почти сломала его лицо и он меня спросил really like a famous one я здесь в течение наносекундный должен был осмыслить и осмыслил и ответил на но еще у меня был концерт в тбилиси в тбилиси в стендап клубе я обычно заранее приезжаю на место концерта я приехал там еще никого нет нету в клубе я захожу там меня встречает хостес она встречает меня и говорит здравствуйте вы на стендап я говорю да и просто прохожу думаю я спрячусь в гримерке от этого позора где я захожу в гримерку оказывается что это не гримерка а кухня я я прохожу в кухню и ко мне подходит повар и говорит привет ты к нам на собеседование кем ты себя видишь через пять лет в итоге да я я задаюсь вопросами на о собственной популярности мне недавно youtube начал рекомендовать мои видео я на этом этапе он как будто бы такой ну может быть ты хотя бы возможно знаете что я смотрю более того я купил проектор я смотрю свои видео на большом экране и смеюсь вы мне вообще не нужны если что я не скрою это не лучшим образом сказывается на моей уверенности в себе я вообще я вообще не самый уверенный не очень уверенный себе человек я даже это сказал не как уверенный в себе человек уверенный в себе человек сказал бы я не уверенный в себе человека я такой но я наверно возможно вот и я просто я что понял вот у уверенных в себе людей во время телефонного разговора голос не меняется а у меня прям меня если мне звонят и у меня хватает мужества ответить на телефонный звонок что тоже не всегда происходит у меня там иная личность какая-то просыпается вот этот человек который да да будьте любезны вот это человек когда вам будет удобно я клянусь и однажды даже сказал сию минуту это что было такое впервые впервые эта фраза прозвучала не в романов тургене сию минуту я бы хотел быть уверенным себе человеком я бы хотел быть вот этим человеком который на пешеходном переходе не повышение не ускоряет шаг на пешеходном переходе в ереване не ускоряет шаг а я пока я пока на той стадии что когда я не то что ускоряю шаг у меня еще унизительная припрыжка я вот так и еще более что унизительная еще в этот момент ищу контакт глазами с водителем и там вот это происходит и он такой типа простите барин я знаю что вы гораздо важнее чем я вы управляете автомобилем а я не управляю собственной жизнью можно я пройду я недавно подумал мне кажется что я свою жизнь живу как вот этот как мужичонка который почти опоздал на маршрутку понимаете не понимает неважно смотрите маршрутка почти уехала уже закрывается автоматическая дверь тут на на остановку забегает мужичонка с вот такой вот прической в пиджачке вот так вот с полиэтиленом обязательно нахер пакетом конечно и он так и затрыгивает маршрутку уже последний и все сидят а он чувствует неловкость он чувствует необходимость пояснять собственные действия хотя вообще никто его ни о чем не спрашивал стоит посреди маршрутки и такой вот кто знал что почти опоздал но зато не опоздал а сколько то есть пошел я нахер конечно я вот так живу свою жизнь я бы хотел быть я бы хотел жить свою жизнь в маршрутке уверенно я бы я бы я бы хотел быть вот этим мужчиной средних лет который останавливает маршрутку сам не на остановке который вот останавливает ее вот так открывает электронную дверь сам заходит говорит командир куда едет командир командир куда едем не туда теперь туда заходит выкидывает бабку садится на место бабки трогаем шеф и мы едем и он едет он едет по своей замечательной средне возрастной мужской жизни до момента когда он понимает ну все и он говорит шеф вот здесь останови на пятьдесят седьмом году жизни возле инфаркта будь добр это всегда слабее всего работает но вы готовьтесь там дальше будет больше про инфаркт и и и про рак что несмотря на неуверенность мою в себе у меня есть девушка у меня девушка вот и эй 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 то самое ироничное моя девушка тоже аплодирует молодец да да у меня есть девушка мне 34 года кстати алё не 14 давайте так а у меня девушка 34 года ну уже должна быть же бывшая жена вот у тебя вот что у тебя должно быть в 34 года бывшая жена и кредит на хендай солярис а я такой у меня у меня девушка мы с ней смотрим документалку но я понял что ну вообще-то влюбляться в 34 лучше чем в 24 согласитесь потому что 24 ты влюбился и такой так мне нужно она и коммуналку оплатить обязательно да важно заметить что важно заметить что моя девушка украинка а я нет я я я не украинка давайте давайте так постановим это как факт и я сейчас иногда чувствую себя отягощением для собственной девушки украинке понимаете у нее во все страны европы без виз а я я просто без виз сейчас мы живем здесь в армении нам нравится очень прекрасная страна замечательные люди очень добрые гостеприимные отзывчивые но иногда до наивности вы подождите секунду прежде чем меня убивать я вам объясню ну в качестве примера вот едем мы с моей девушкой на такси в такси если с украинкой то в такси правильно правильно вот такси едем в такси и водитель мужчина уже такой почти почти пожилой мужчина он дружелюбий но хочет с нами пообщаться и он говорит нам привет ребята ребята вы откуда кстати ребята вы откуда привет я говорю здраво я из россии моя девушка говорит я из украины а он отвечает ну ничего серьезно он так и сказал ну ничего для меня все вы россияне я клянусь я ему ответил я знаю еще одного деда который точно так же думаю но все нормально увез нас на донбасс это виталий косарев стендап комик ему 35 лет он выступал с этим концертом в течение полутора лет а затем снял его на свои деньги и сейчас вы можете смотреть его прямо здесь в ютубе совершенно бесплатно тем не менее виталий предусмотрел для вас возможность выплатить ему вознаграждение за труды по qr-коду который вы видите на экране вы можете перевести ему немного криптовалюты а по другому qr-коду в которых тоже на экране вы можете перевести ему старых добрых российских рублей для большего удобства все эти ссылки продублированы в описании если вы не хотите этого делать вы можете ничего не переводить а просто поставить этому видео лайк можете и не ставить никакого осуждения ну разве что совсем немного осуждения в общем возможность вам предоставлен так же уже в сентябре виталий начинает выступать с новой стендап программы возможно он будет выступать в вашем городе проверить это и купить билет на концерт можно на сайте адрес которого вы видите на экране возвращаемся к концерту мы мы не всегда когда уехали жили в армении мы жили еще в другой стране мы жили без попутала в турции да вы жили в турции и я мало что знал кстати о турции оказывается большая страна я не знал что то прям большая страна там 80 миллионов человек живет я не знал что есть только вакансий сидеть и курить не оказывается есть и здесь чуть-чуть мы переехали я даже подал там на вид на жительство и мне отказали виде на жительство я подал на вид на жительство на основании туризм а мы кстати мы вообще как мы как на границе в казахстане придумали это основание так думали что дальше вообще везде прокатит туризм но мне отказали виде на жительство на основании туризм и знаете что я сделал я подал апелляцию и я по прошествии времени в этой ситуации вообще не на своей стороне потому что я подал на вид на жительство на основании туризм не отказали сказали у вас у россиян есть 90 дней в в течение 180 дней чтобы заниматься туризмом а я отвечаю я не согласен все равно что я бы приехал в отеле мне бы сказали извините у нас нет места такой да скажите это моему адвокату кстати ему тоже негде жить куда мне мне сказали виде на жительство мои девушки одобрили знаете я я так и вижу когда как они сидели в миграционке такие это точно не и да мои девушки даже успели доставить ну пластиковую карточку вид на жительство пластик это почтальон в турции доставляет и в звонок дверь мы дома звонок дверь я подхожу открываю дверь как глава семьи знающий 6 турецких слов я открываю дверь почтальон вываливают на меня поток слов ни одного из 6 к сожалению не было я стою и такой может быть не раба и нет и в какой-то момент он устал просто показал меня пальцем и сказал руси я а тут моя девушка как раз подходит я говорю я-то руси я украина и он стал почтальон в этот момент стал очень сердитым он посмотрел на меня и сказал руси я украина бомба я подумал а у них типа почта и политинформация объединены они обязаны новости докладывать потом еще эрдоган окей да я не что он еще и или он думал что я не знаю или он думал что она не знает и что в этот момент прямо у него на глазах она плюнет мне в морду плюнет в мой паспорт и уедет с ним на мопеде доставлять газеты а я наконец-то останусь дома один и наконец-то включу соловьёва да мне сказали видно жительство в турции нужно выезжать мы думаем надо уезжать я думаю надо уезжать и ситуация осложняется тем что у нас три года три кота кстати когда приезжали в турцию было два но мне отказали виден жительство такой ах так я вас кота спизжу понятно но в итоге да мы думаем куда переезжать с тремя котами и я мы выбираем армению потому что это древняя культура которая не требует титры на бешенство от котов так совпало вот и и мы начали готовиться к переезду я прочитал что-то перед переездом с котами нужно оказывается с котами явиться в министерство сельского хозяйства потому что коты это очевидно крупный нахер рогатый скот и мы явились с котами в министерство турецкого сельского хозяйства но мы опоздали было уже поздно под закрытие было 11 30 утра мы приехали что мы на что мы рассчитывали я не знаю они уже такие ну у нас последняя сигарета и гюле гюле вот но но они сжали над нами сказали а знаете что да ничего приезжайте и завтра и знаете можете приезжать без котов и знаете мы что сделали мы действительно на завтра приехали без котов и мы им на словах описали каких котов мы собираемся выводить вот так и мы обещали вот такой рыженький и еще один и я в какой-то момент фото на телефоне показывая не так его и угол туго и мы продолжим продолжаем готовиться к отъезду с котами выяснилось также что по правилам авиаперевозок нужно на одного человека одно животное я пересчитал не сходятся арифметика но мы зацепились за лазейку там сказано ну да до 8 кило переноска до 8 килограмм и мы такие так у нас один котик маленький мы его взяли только что маленький очень любимого кстати я его сначала хотел назвать кек потому что ну и думал это кек потом мы познакомились с ним чуть ближе я подумал ну ты скорее в итоге мы остановились на том что его зовут монстр его зовут монстр сокращенно мося вот я подумал ну вот мося мы его взяли он маленький его мы его просто добавим в переноску другим котам и никто ничего не заметит чего мы не учли это того что за неделю до отъезда мося драматически повзрослел во всех смыслах этого слова и он начал проявлять более чем братскую любовь к нашему старшему коту симби а у нас кстати есть и кошка но он выбрал свой путь и я я сначала подумал он полетит с нашим старшим котом вместе потом я посадил их учебно-тренировочно в переноску я вижу через окно переноски глаза нашего кота старшего кота симбы и он смотрит на нас и как бы хочет сказать я с каждой секундой люблю вас все меньше и в итоге но и переноска шатается немного и я в итоге в итоге в итоге наши старшие коты вдвоем летели в одной переноске а мой мойся маленький вот такой летел в одной переноске мы еще нужно было маску как ганнибалу лектору надеть и средневековые железные трусы на него надеть и мы вы были good to go и все близится уже дата день отъезда я подумал ну наверное стресс будет для котов перелет на самолете и нужно наверное успокоительное какое-то для котов мы пошли в соседнюю ветеринарную клинику и я говорю hello я с британским акцентом там разговаривал я говорю hello у недостатки for cats и и врач он такой yes 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 i have a sedative yes и достает огромный оранжевого цвета радиоактивно оранжевого цвета шприц и и дает нам и такой я лет полбит то в диссон и чкат энддей гудроу и и я в этот момент ну я немножко начинаю сомневаться но потом все-таки врач его и вот настой настает последний день последний день в стамбуле и естественно этот тот же день когда приходит хозяин нашей квартиры чтобы забрать свою квартиру отдать нам залог и вот полчаса до его прихода я думаю ну нужно успокоить котов уже мы выдавливаем a little bit of this on each cap я ухожу в соседнюю комнату допаковывать багаж и минуты через три я слышу из соседней комнаты голос моей девушки она кричит виталь что-то не так я бегу в комнату и вижу девушка моя на полу и идет наш старший кот на которого мы выдавили чуть больше успокоительного и он идет вы видели вы видели видео кот ушел видели у нас это было видео кот ушел потом в какой-то момент остановился упал и обосрался вот такой он выполнил прямо на моих глазах индустриальным образом обсирается вот как конвейер генри форда понимаете я в ужасе моя девушка в ужасе она кричит я убила наших котов и я тоже в ужасе что делать в аэропорту будет попроще конечно но что что делать я хватаю символ еще не закончил где я я кидаю я кидаю его в переноску бегу в ветеринарную клинику кричу на входе башару кричу меня британский акцент сразу исчезли я кричу вот гид югей вас он смотрит на меня говорит и все дать им мэйби юницу и в этот момент я понимаю что где-то семь минут до прихода лендлорда а мы как бы были немножко заняты и не успели убрать дерьмо которое прямо в прихожей встречает нашего лендлорда я вижу уже как разворачивается картина он открывает дверь и такой ну вы могли мне в ватсап написать что вы не хотите залог обратно теперь живем в ереване я недавно в ереване встретил на на улице бомжа который обратился ко мне по-английски да да он подошел ко мне и сказал excuse me sir do you have some money и у меня есть ответ на этот вопрос я говорю а я им рашен а я им рашен а я он ли хэф рашен карт дейнт варкин хир соль но и мне стало интересно откуда он я спросил вырую фрум и он у него печаль в глазах и он не отвечает а им фром франц я знал что ереван столица мира но то что у вас бомжи и французы это что-то новенькое и он настаивал в итоге он был очень убедителен он говорил maybe you have some russian paper money его я в итоге дал ему последнюю тысячу рублей он ушел и через полминуты возвращается и он видимо был благодарен мне он возвращается и говорит я по-английски не буду говорить но переложу по-русски смысл он говорил у меня вообще есть бизнес я занимаюсь email рассылками я занимаюсь email рассылками я могу посвятить тебя в эту технологию ты тоже можешь этим заняться я ему хотел сказать ты хочешь чтобы мы через месяц с тобой вдвоем здесь в ереване искали russian paper money ты этого хочешь но к слову я русский я коллекционирую реакции зала на эту фразу кстати вы сейчас было 0 5 из 10 по неловкости где 0 это полный стиль а 10 это концерт шамана давайте так это не политическое заявление это генетическое заявление то есть и я прям русский русский сильно сильно вот так получилось у меня тетя составила генеалогическое древо даже в свое время она у нас в форме березы естественно и я когда когда приехал к ней в гости после трука на как она составила генеалогическое древо я приехал на достает естественно его я спрашиваю у нее тетя может быть хоть кто-нибудь интернет нет здесь есть его новое ну да я русский русский сильно сильно и и что и что я я наблюдаю кстати в последнее время в новостях в сми где-то в вообще в интернете такое все больше популярно становится вот это старое доброе выражение особый русский путь это кстати вот так правильно его произносить особый русским путь вот такая идеологема это скажем так скажем так зачем не знаю но скажем и и особый русский путь я недавно начал в нее вдумываться я подумал особый русский путь а почему у нас путь вы почему идем куда-то постоянно почему у нас особый русский путь аудачан лимонный кекс как почему у нас особый русский мы почему идем куда если мы если у нас особый русский путь то мы вероятно в конце особо русский куда-то придем правильно но мне кажется что в конце особого русского пути будет неловкая пауза и тот кого свел скажет сука не туда евреев моисей 40 лет водил по пустыне пока не умер последний человек который помнил рабство у нас этой идеологии я настаиваю идеологиями этой уже лет 200 мы 200 лет ходим по этому особому русскому пути у нас просто каждые 40 лет пит стоп мы такие останавливаемся и выясняется так выясняется кто у нас раньше вел оказывается ну ничего страшного мы его расстреляли сейчас я вас веду я особый русский фамилия джугашвили как говорил прошлый вперед и мы и мы идем идем по этому пути и и я просто и есть и но есть и сторонники в этой идеологем есть и апологеты в этой идеологии я же сказал идеологем и апологеты уж скажу да я есть апологеты и идеологем и защитники этого мнения скажем так люди которые говорят а ты не понимаешь ты просто не понимаешь не понимаешь мы просто между европы и азии я знал что где-то в жопе это было понятно не понимаешь и у вас особый русский путь я подумал а вот эти люди которые сейчас активно защищают эту идеологию у них то какой путь они сейчас выращают ее будучи в россии это у них какой путь это у нас путь верхний ларс это особый русский путь мне 35 лет скоро уже и начинаешь как будто бы осознавать что-то я просто часто вот 35-летним любят говорить да у тебя вся жизнь впереди ведь нет нет вообще нет иногда даже 45-летним говорят у тебя вся жизнь впереди какая загробная что они имеют ввиду я не понимаю я подложу как будто бы какие-то промежуточные итоги давайте так я просто у меня никогда не было у меня никогда не было больших денег вот я я не жалуюсь и не побираюсь давайте так но серьезный я всю жизнь работал я работал на каких-то работах имел какие-то деньги давайте так и я всегда кстати работал вот это проект на знаете такая работа типа вот попиши нам что-нибудь и через год напишешь нам еще что-нибудь то же самое и и я заметил что если это проектная работа и на каждый год то с каждым годом тебе когда пишут чтобы ты поработал на этой работе тебе всегда сообщение начинают словами ну в этом году бюджет поменьше конечно никогда не было так что ну в этом году бюджет ёбнишься нет не было такого всегда в этом году бюджет поменьше конечно я думаю что в следующем году мне напишут бюджет в этом году поменьше конечно с тебя двадцатка всегда бюджет поменьше я всегда работал мне никогда не было больших денег я сейчас я Я сейчас хочу назвать сумму, кстати, но я стесняюсь, потому что я боюсь, я назову сумму, и вы такие… Ну ладно, давайте назову, ну 400 тысяч деньги. А у меня есть друзья, во-первых, и они все… Они все… Так получилось, что они все финансово успешнее, чем я. Есть же даже правило такое, что типа дружите с теми, кто успешнее финансово, чем вы. Зачем? Чтобы лохом быть. Не понимаю этого совета. Ну да, у меня все друзья успешнее, меня финансово. Я всегда был свидетелем вот этих бесед моих друзей, когда они беседуют. И такие, я квартиру взял, а я машину взял. Мне хотелось у них спросить, а вы где их взяли? Вы где их взяли? Там есть еще? Где этот гипермаркет? Я сегодня сникерс взял, но я положил его обратно. А мне друг недавно сказал… Друг, мне сказал, я потерял 27 тысяч долларов на криптобирже. Мне хотелось ему сказать, так пойдем искать. Они где-то там. Я потерял… Мне от каждого слова в этой фразе больно. Я потерял 27 тысяч. Мне до долларов больно, понимаешь? На криптобирже. А он прям… Ну, у него все волосы на голове были в этот момент. Я не знаю, я хотел его… Я подумал, ну, наверное, это потеря все-таки. Я хотел его утешить. Я ему сказал, слушай, у меня вообще в жизни никогда не было больших денег. Он мне отвечает, так и у меня тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Больше мы не общаемся. Я думаю о смерти. Это такой концерт. Давайте. Это я думаю. Я умру. Вы не умрете никогда. Расслабьтесь. Да. Вы бессмертны. Я думаю о смерти. Но не так в смысле… Ммммм… Смерть. Не так. Но и не… Ааа! не так я думаю о смерти скорее на смерть я вот так думаю я понял что я думаю о смерти также как шестиклассник думает о том что он рано или поздно окончат школу кто-то понимает но если первокласснику сказать ты когда-то окончить школу он ответит и никогда не кончить еще дядя а если шестикласснику сказать ты когда-то окончить школу он начнет думать он начнет думать да блин да да это надо уже надо уже думать куда поступать в рай или в ад главное после девятого не уйти я бы не хотел умереть внезапно это такой концерт алю так так давайте давайте вы не умрете я умираю я умру вы не умрете никогда но я умру вот я об этом я не хотел бы умереть внезапно потому что ты как будто бы ничего не понял но также я вы не хотел умирать долго потому что ты как будто бы вы ебываешься уже ты как будто бы такой вам смотри посмотрите на меня сканчиваюсь и не сканчаюсь нет нет идеальное время умирания 57 минут я считаю все все поняли никто не устал от чего я бы хотел умереть хороший вопрос спасибо за вопрос я вам думаю что я умру от сердечно-сосудистых проблем потому что я русский мужчина я курил еще и курю еще я бросал я дважды бросал но недалеко как вы как выяснилось я бросал потом снова начинал я не я не знаю я всегда когда курил я всегда боялся я всегда боялся ну будет рак я боюсь но курю но боюсь я всегда думал я думал что нужно вычитать какой-то медицинский факт который меня успокоит и я один нашел понимаете я вычитал один факт согласно которому риск развития рака у тех кто курил 10 лет и больше я зацепился мертвой хваткой за этот факт и я подумал ну я я просто брошу за один день до десятилетнего юбилея кулене и рак который все эти годы подбирался ко мне в этот момент такой подловил меня но по бумагам все верно импотенцию тебе вдогонку думаю о смерти мне да мне 35 есть же в зале люди которым 30 за 30 я я вижу что есть есть вы согласитесь ли со мной если я скажу что время ускорилась прям серьезным образом когда те 30 время ускорилась вообще серьезнейшим образом то есть вам сейчас за 30 концерт закончится вам будет за 40 время ускорилась в детстве помните день это был вау день можно сделать вообще все а сейчас бывают дни я штаны не успеваю надеть понимаете я в конце дня смотрю ну завтра я попробую снова как вы понимаете я медленно готовлю вас к тому что рано или поздно я буду выступать без штанов это во первых а во вторых я в принципе думаю что все зло мира от штанов потому что ну очевидным образом женщины добивались право носить штаны долгие годы добились примерно двадцатому веку что в результате две мировые войны ровно по количеству штанин время время ускорилась но я иногда думаю что да вообще-то между между вот моим детством и сейчас как будто бы это особого особого я не знаю ну то есть это как будто бы происходит одновременно у древних инков давайте так давайте я все все карты открою я кстати хочу стать популярным комиком поэтому я называю начинаю шутки со слов у древних инков кстати так вот у древних инков была своя концепция времени у нас время какое линейное типа есть прошлое настоящее будущее у древних инков древние инки верили что прошлое настоящее и будущее это параллельные прямые и что все происходит одновременно как вы ну вы понимаете я потому что не понимаю но это происходит одновременно и мне кажется что-то в этом есть но жалко что древние инки не могут нам этого рассказать потому что их убили на всех и они что иронично в прошлом но мне просто кажется я бы хотел когда-то чтобы чтобы была возможность путешествие во времени я бы хотел я бы не хотел отправиться сильно в будущее потому что ну нам немного осталось я думаю нам осталось лет десять максимум правильно мы не доживем до дедушек по имени данил я думаю что ну вот я думаю нам столько осталось и а я бы хотел отправиться в будущее ну максимум лет на пять в будущее просто что просто посмотреть кем я себя вижу через пять лет понимаете узнать в этом таймлайне я от меня уже узнают все таки в стендап клубе в билиссе узнают или нет и узнают конечно потому что ну пять лет работаю там поваром уже конечно узнаю но это в одном это в одном таймлайне а в другом таймлайне я успешный комик через пять лет у меня концерт в париже я выхожу после своего концерта в париже большой успех я выхожу и вдруг я понимаю что у меня украли все вещи у меня нет ничего я стою на пляс пигаль в париже и тут я слышу голос лунами вонами maybe you need some russian paper money но лучше в прошлое на самом деле конечно лучше отправиться в прошлое мы все мы уже на этом пути но я бы хотел отправиться в просто тоже нет далеко не не в средние века а в детство наверное в детстве просто еще еще один раз прожить день который прям день день когда ты надел штаны очень быстро зайти быть в новосибирске зайти в свой старый двор там у нас был был очень ужасный двор я споткнулся корягу упаду и закричала и услышу как мой отец говорит закрой щеколду спасибо за внимание дамы господа красота Продолжение следует...